Им не нужен особый повод для повышенной бдительности и готовности. Исключительное внимание стражи правопорядка уделяют тем, кто находится в состоянии опьянения. Тем, кто теряет ориентир, способность ясно мыслить, самостоятельно передвигаться и вместе с этим человеческий вид. Кого и откуда милиция увозит в отрезвитель в материале пресс-службы Бендерского УВД. Это обычные будни наряда патрульно-постовой службы. К тем, кто распивает спиртное и пребывает в состоянии опьянения, у стражей правопорядка особое внимание. Вот у центрального рынка Бендер мужчина буквально на глазах теряет способность передвигаться. Мужчина пытается войти в рюмочную, продавец не пускает, он падает, поднимается, снова падает. Прохожие помогают дойти до лавочки, вызывают милицию. С улиц и общественных мест таких забирают сразу. Нетрезвого человека правоохранители доставили в отрезвитель. Здесь он пробудет до полного возвращения ясности ума. А после его ожидает административная ответственность. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, утратившие способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться на местности, доставляем в центры для вытрезвления граждан. За данное деяние предусмотрен административный штраф, либо административный арест. А этот мужчина завсегдатый милиции и вытрезвители. В состоянии алкогольного опьянения он часто нарушает общественный порядок. Это очень частый гость. Его знает уже вся милиция. Попадается как в нетрезвом виде, так и как мелкий хулиган. В этот раз милиционеры забрали его из центрального супермаркета. Там он ругался и оскорблял покупателей. В служебный автомобиль мужчина садился с боем. Не хотел расставаться с бутылкой водки. Везди, б***ь, это мое! Во время патрулирования нам поступило сообщение с дежурной части о том, что в магазине пьяный мужчина скандалит с покупателями. Будучи в пьяном виде, выражался нецензурной бранью. Я вам ничего не подарю, б***ь. Нетрезвый дебошир выражаться нецензурно не стеснялся и в милиции. Главное для него было сохранить бутылку с алкоголем. Вы меня забрали неизвестно за что, б***ь. Сюда до стол поставьте. Это мое! Это мое, я убил. Я ему не дам, не б***ь. Пак и убью его, не б***ь. В чем проблема? Почему вы с охранниками поссорились? Да мне б***ь, у вашей проблемы. До утра мужчина пробыл в отрезвителе и на следующий день практически ничего не помнил. Вчера вечер я не пил вчера. Я позже вчера пил. Вчера я сидел здесь в тюрьме, ё-моё. У вас там, в подвале, б***ь. А с утра? Я не знаю. Не помню, значит не было. Такое в милиции не пройдет. За мелкое хулиганство уже немолодой бендерчанин получил 10 суток ареста. Забирать пьяных в вытрезвитель правоохранители могут даже из дома. Вот пример. Наряд ППС прибыл на семейный скандал. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вперед. У ВД города Бендера литерна. В квартире сначала все вместе распивали спиртное. Вы бутылку только распечатали, да? Вот, пожалуйста. А вы до этого уже одну выпили, да? Ну да. После, как это и бывает, стали ругаться. Тёща на нетрезвого зятя заявила в милицию. Опасалась за свою жизнь и здоровье. Заявление писать будете по факту оскорбляли? Да, да. Кто конкретно вас оскорблял? Ой, из старой карган. Кто конкретно вас оскорблял? Он. Зять утверждал, водку пили мирно, скандалить с тёщей не собирался. Ссора вышла случайно. Я не хочу. Что упал? Ты не хотел. Не надо, милый дорогой. И кастрюли, и тарелки. Ты тоже не хотел. Я не хотел, честно. Всё. Вот, стелка целая. Да? И телевизор меня разбил в комнате. Тоже не хотел. Не надо, милый дорогой. Всё. Хватит с меня. С обитателями квартиры милиционеры провели беседу. Чрезмерное употребление алкоголя крайне вредно и опасно. А нарушения закона тишины, пьяные дебоши и драки влекут ответственность. Парки, пожалуйста. Что это такое? Вреди тебя. Вотрезвитель мужчину из квартиры всё же забрали. Но протокол – не главная цель. Задача правоохранителей – сделать улицы, парки, дворы, домов безопаснее, а жизнь горожан спокойнее. Для этого милиция и работает круглосуточно.